Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о профессиях, а именно о том, как быстро их прокачать. Но перед тем, как вообще говорить о том, как быстро прокачивать профессии, нужно сначала определиться, зачем они нам. Потому что многие люди, в принципе, не видят ценности в текущий момент в профессиях и просто-напросто плюют на них. Зря. Это единственное, что я могу сказать. Что мы можем получить полезного с профессией дополнения Battle for Azeroth? Вот. Алхимики могут трансмутировать там себе различных питомцев. Ну, это так, если рассмотреть уже какие-то второстепенные вещицы. Самое главное, что мы можем извлечь из профессии в текущий момент времени, это крафты. Прекрасные крафты. Например, в инженерке, в инженерном деле, делаются 475-е латные очечки, которые полезны для ДК, так как это азеритка, во-первых. Во-вторых, это хороший итем-левел вещицы. Да, для этого придется немножко пособирать реагентов, прокачать профессию и походить в рейды, само собой, чтобы добиться жуткого средоточия бездны. Но это все мелочи, и это, в принципе, делается попутно с самым обычным рейдингом. То есть, отказываться от такой полезной вещицы, ну, не думаю, что у кого-то появится желание реально от нее отказываться, если у вас есть инженерное дело. Кузнечное дело также имеет крафты. Например, набедренники и поясок. Обе эти вещицы делаются с гнездами, то есть, можно вставить абсолютно любой камушек, который только душе вашей угодно. Это классно, это круто, и в тот момент, когда вы только начинаете одеваться, покорять, так сказать, мир Варкрафта, то такие крафтовые вещицы не будут лишними. Но хватит об этом. Польза профессий, думаю, ясна. И теперь поговорим о том, как быстро прокачивать профессии. Для того, чтобы прокачать навык какой-либо профессии с самого первого до конечного, 175-го, нам, конечно же, потребуется очень-очень много ресурсов, которые само собой указаны. То есть, например, для кузнечного дела с целью полной прокачки нам потребуются 1560 манилитовой руды, 820 руды штормового серебра, также 120 платиновой руды, 75 дистиллиума и всего лишь 220 асминита. Далее указано, где мы можем изучать какие-либо крафты, у кого, собственно, сколько руды нам требуется с целью того, чтобы просто-напросто прокачать какое-то определенное количество навыков. Также имеются некоторые аналоги, например, тут что-то об этом написано. Также с целью того, чтобы покупать некоторые рецепты, нам нужны будут почетные знаки. То есть, если вы планируете реально быстро прокачивать профессии, то подготовьтесь. Далее также указаны различные крафты, указано, где какие рецепты падают по типу третьего рецепта подков, как я правильно понимаю. Также про ярмарку новолуния написано о том, что на ней можно получить халявных 5 навыков к текущей буфашной прокачке профессий. Также аналог указан, если у вас нету почетных знаков, то есть на каких крафтах можно абсолютно все навыки профессии поднять. Ну и, само собой, указаны последние навыки профессий, те, которые появились на Жатаре в обновлении 8.2. То есть, 160-170, 170-175. Получается, до 8.2 прокачка профессии была ограничена навыком 150 после старта 8.2. Профессии поднялись, и у них появились 25 дополнительных очков. Рассмотрим, например, кожевничество. То есть, в блоке справа, BFA Leveling Guides, указаны абсолютно все профессии, и абсолютно все можно глянуть. Указаны как основные профессии, так и добывающие, так и вообще второстепенные. Ну, сами видите, кулинария, рыбная ловля, археология. Касательно кожевенного дела, что нам нужно? 2000 шершавой кожи, 350 чешуек или еще 350 шершавой кожи, по-моему, она так называется. 50 еще каких-то чешуек, 550 костей и 400 новой кожи морской, которая в 8.2 появилась. И абсолютно все указано, какие крафты нам нужно делать. Также указано про ярмарку новолуния. Также указано то, что там дистиллиум немножко нужен. И почетные знаки. И я не думаю то, что если вы будете пользоваться этим сайтом, прокачка профессии займет у вас более 20, ну или 30 минут. Например, если знать, где какой рецепт изучать, то, само собой, дело пойдет быстрее. Если же вы будете искать рецепты, искать реагенты различные, тратить время на их покупку, то, само собой, конечно же, прокачка профессии будет чуточку дольше, чем 20 минут. Вот. Название сайта можете увидеть как на видосике в адресной строке браузера. Ну, также я оставлю ее в описании, чтобы просто-напросто вам взять, кликнуть на нее. И это будет реально намного проще. Вот такой вот интересный сайт предлагаю вам сегодня с целью того, чтобы вы быстренько прокачали свои профессии, потому что люди все в большей степени покоряют неолоту, все в большей степени выполняют эти квестики с целью того, чтобы апнуть свое средоточие бездны. А, например, профессию прокачать просто-напросто не могут, потому что различные сайты указывают лишь только прокачку профессии до 150. На этом сайте, как мы увидели, написано все до 175. Это замечательно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги. До скорого.